Приветствую вас! Я могу, конечно, предположить тот факт, что вы неправильно понимаете свою жену. То есть, вам кажется, что всё дело в работе, и помимо того, как вам кажется, что всё дело в работе, так вы ещё и, судя по всему, не придаёте достаточного значения тому, что говорит ваша жена. То есть, она нам говорит, что ты не можешь найти работу, из-за этого не приводит. Вы ей, как бы, в ответ ничего не говорите, когда работу найдёте, не обещаете, и вообще считаете, наверное, что это недостаточный повод для переживания. Как сказал мой коллега. Повод, не повод об этом рассуждать я не буду, повод ли это или нет. Вот. Но, однозначно могу сказать то, что вы создали у своей жены мнение о том, что вы её обесцениваете. И вот, скорее всего, ей не нравится именно то, что вы её обесцениваете, её это напрягает, ей кажется, что её мнение вообще ничего не значит для вас. И она чувствует, что вы к ней не прислушиваетесь, а делаете, например, только то, что вам вот, ну, то, что вам кажется правильным, то, что вам кажется верным, а с ней совершенно не считаетесь. Это первое. Второе. Второе, это то, что проблема, конечно, не в работе. Проблема не в работе, а в том, как вы изначально себя, например, зарекомендовали по отношению к ней. То есть, если вы изначально ставили себе себя так, что вы, например, добытчик, что вы зарабатываете деньги и делаете это, в общем-то, постоянно и успешно. То есть, вы приучили свою жену, как бы, к тому, да, что у вас всё время, например, есть деньги и она привыкла полагаться на вас. Ну, естественно, естественно, что сейчас, когда вы без работы, то она чувствует, как почва уходит у неё из подновок, и это, в общем-то, нормально. Вот. Другой вопрос, что у меня почему-то сложилось такое впечатление, что вы не даёте своей жене должного количества внимания. Я не могу сказать, почему мне так кажется, почему мне так показалось, но вот почему-то, мне кажется, ваша жена считает, что вы недостаточно внимания ей уделяете. Я рекомендовал бы вам на эту тему тоже подумать. То есть, в вашей жизни тревога. И работа, это как бы, это следствие тревоги, это не даже, знаете как, работа, это не следствие тревоги, а это скорее повод для того, чтобы она, ваша жена, стревожила. Понимаете? То есть, скорее всего, тревога была ещё и раньше, вот как мне почему-то казалось. Тем более, что она говорит, видите, что вы, тем более, она говорит, что не любила вас никогда, да, то есть, вполне вероятно, что деньги занимают очень, ну, такой довольно важный, довольно важное место, занимают деньги в вашей жизни. И если это так, то вот, в принципе, вот вам ответ на ваш вопрос, почему у неё такая тревога и что с этим вообще теперь делать. То есть, нужно выяснить у вашей жены, что заставляет её тревогица. Почему она тревога? Нужно выяснить это у вашей жены, нужно понять вот этот момент. И тогда уже будет понятно, либо действительно беспокоит отсутствие денег, и тогда это, ну, момент для вас, что жена с вами, как бы, ну, во многом из-за денег, я не говорю, что надо быть с вами только из-за денег. Но то, что деньги для неё имеют большое значение, это однозначно, да, вот, либо вы узнаете что-то ещё. Ну, вообще, для того, чтобы захоронить семью, вам нужно срочно устранить то, что вызывает у вашей жены тревогу, успокоить её, а после поговорить с ней и чтобы она вам уже донесла, донесла, что же всё-таки её треводит на самом деле. То есть работа – это следствие, это не первопричина. Из-за работы семья не может ручиться. Либо вы действительно, по её мнению, не выполняете те обязанности, которые вот должны выполнять. И я с вами склонен согласиться в том, что, может быть, вы действительно это всё делаете. Может быть, вы действительно делаете всё необходимое. Но ваша жена, она ведь считает по-другому. Много цвета плюс хранение семьи. Нужно к ней прислушаться и сделать так, как она хочет. А потом уже будете разбираться, что там вообще, как там вообще и что за этим стоит. И когда и если вы в этом, например, разберётесь, когда и если вы это поймёте, да, уже и будете делать выводы относительно того, что вам дальше с этим делать, как вам дальше себя вести. А пока, пока вот так, понимаете. Когда вы говорите, что это всё из-за того, что я уже год не могу устроиться на нормальную работу. Ну, год довольно много. И вполне вероятно, что если она считает, что вы ничего не делаете по дому, то вероятно, она также считает, что если вы ничего не делаете по дому, то вы работать не хотите. Вот. И, естественно, она не верит вашим словам. Ей не слова нудные, а ей нудные конкретные действия с вашей стороны. Вот и давайте по-другому подумаем, можете ли вы конкретными действиями убедить её в том, что она не права. Не словами, а действиями. Вот. Это не беда. Но, с другой стороны, меня немножечко тревожит ваша эмоциональная реакция на её поведение. То есть, почему тьма? Не знаю, как тебе связиться со всем этим. Вот откуда вот эти у вас переживания? Откуда такая эмоциональная вовлечённость? Может быть, это неуверенность в себе, и тогда ваша жена чувствует вашу неуверенность в себе, и поэтому она тоже неуверенна в себе, и отсюда её желание защищаться. Вот. То есть, это тоже такой очень важный момент, на котором вам стоит заострить своё внимание. Сплошной ад. Почему сплошной ад? То есть, понимаете как? Вы как будто говорите о себе, вы не думаете в этот момент о своей жене, вы думаете о себе. Вы о ней, понимаете, подумаете? Какие у неё вообще потребности? Какие у неё вообще желания? Чего она вообще хочет? И что вы можете сделать для того, чтобы дать ей то, чего она хочет? Что вы можете сделать для этого? А то вы говорите, я хочу сохранить семью, но при этом вы говорите только о себе. А для чего вам сохранить семью? Какое оно, оно отношение для вас имеет, семья? Почему вам это так важно? Вот постарайтесь об этих вещах подумать. И вы же твою жену знаете, да? Вы сколько живёте? Вместе девять лет. Вот, девять лет. Значит, на девять лет вы её знаете. Вот подумайте, что её сейчас беспокоить? Чего ей не хватает? Что ей нужно? И как вы можете ей дать это? Женщине по большому счёту не важно, как вы ей это дадите. Ей важно то, что вы даёте. Ей важно результат, а не процесс сам. Вот. Тем более, последние две недели. А что последние две недели? Что произошло две недели назад? Особенно, если вы год не можете найти работу, и как может быть всё хорошо, если вы год не можете найти работу? Может быть, именно это вашу жену и задевает то, что вы считаете, что всё хорошо, хотя на самом деле всё далеко не хорошо. Ну вот, может быть, в этом всё и дело. У вас разные понятия о том, что хорошо. Ну так, если хотите отдыхание в семью, вам нужно попробовать привести своё понимание, хорошо или плохо, к пониманию жены. Чтобы вы руководствовались её критериями, хорошо или плохо. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok